Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады, в этот теплый летний день, приветствовать вас в концертном зале Тольяттинской государственной филармонии. Продолжается летняя молодежная... Спасибо, не начинается. Пока. Так вот, друзья, продолжается линия молодежная оркестровая академия на Волге и фестиваль оркестровых музыкантов классика Open Fest, которые проходят при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня у нас особенный и очень важный вечер. Вечер памяти одного из основателей Молодежного симфонического оркестра по Волге, дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана, профессора Государственной консерватории Узбекистана Владимира Борисовича Неймера. Его имя навсегда останется в нашей памяти, останется в истории, музыкальной культуре, памяти музыкантов и учеников. Свыше 50 лет оно привлекало внимание как профессионалов, как поклонников классической музыки. Это был человек с большой буквы. Это был настоящий музыкант. Я приглашаю на нашу сцену Лидию Валентиновну Семенову. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Добрый вечер. Вы знаете, мне часто задают вопрос, как появился в нашем проекте Владимир Борисович Неймер и почему, потому что, казалось бы, оркестр по Волжье и вдруг Узбекистан. На самом деле, это интересная история, давняя, почти 20-летняя. Оркестр наш был создан в 2002 году, и уже в 2003, перед подготовкой следующих сессий, я задавала вопрос Анатолию Абрамовичу, что мы могли бы еще сделать для молодых музыкантов, и решили, что это могут быть дирижерские стажировки. И я стала в интернете смотреть юных дирижеров. Первое имя, которое выплыло из глубин интернета, было Азиз Шахакимов. Узбекистан, Ташкент. Я стала смотреть, у кого он учится, и вот обнаружила фамилию Владимира Борисовича Неймера. Звоню Анатолию Абрамовичу, спрашиваю, вернее, говорю, вот такой есть юный музыкант, и называю имя его профессором. Так это же мой друг, говорит Анатолий Абрамович. Ну и с этого, в общем-то, все началось. Потом в тот момент оказался знакомым нам министр культуры Республики Узбекистан. Мы написали ему письмо, и уже летом 2003 года Владимир Борисович не один, и не только с Азизом, а с целой группой студентов Ташкентской консерватории приезжает к нам в Тольятти. Ну и поднеслась, потому что мне трудно назвать сессию, в которой не было бы наших представителей из Узбекистана. Благодаря Владимиру Борисовичу мы узнали имена юных дирижеров не только Азиза, но он приезжал к нам с Эдиком Люденичем, один из последних учеников его, Азабек Айабджонов. Здесь много имен, потому что он действительно создал уникальную методику подготовки юных дирижеров или дирижерчиков, как он их ласково называл. Вот у меня в руках книга, которая была издана в Ташкенте в 2010 году, тиражом всего 100 экземпляров «Психология и дирижирование» Владимир Владимирович Неймар. Мне не так давно удалось эту книгу получить у его внука Антона Яковлева, он сегодня будет здесь на этой сцене. И мы приняли решение от имени Ассоциации «Молодежно-сихологический ортестра Поволжья» сделать электронную версию этой книги, для того чтобы все-таки в России, я думаю, она есть в нескольких экземплярах, и то только у хороших знакомых Владимира Борисовича Неймара или его учеников. Поэтому и хотелось бы дополнить эту книгу историей о том, что он привнес в наш проект. С ним связано очень много забавных случаев, потому что он человек был с необычайным чувством юмора. И я всегда вспоминаю его слова, когда он говорил о том, как важно для него приезжать в Тольятти. Он говорил так, что первые полгода после сессии я живу воспоминаниями о ней, а следующие полгода – ожиданием новой сессии. И для нас это очень ценное такое высказывание, и нам действительно трудно представить, что мы больше не увидим Владимира Борисовича здесь, в Тольятти. Но связи с его учениками, с ташкентскими друзьями, они у нас продолжаются, развиваются. И, кстати, должен был приехать на эту сессию один из его учеников, дирижеров Улукберг Махмудов, которого вы здесь видели и слышали в 2019 году. И я думаю, что на эту мы точку, конечно же, не ставим, несмотря на то, что Владимира Борисовича с нами нет. Мы, в общем-то, сделаем, наверное, максимум для того, чтобы вот об этой книге в России узнали как можно больше молодых музыкантов, студентов. Ее полезно почитать просто музыкантам, не только дирижерам. Поэтому жизнь продолжается, и имя Владимира Борисовича в истории молодежного оркестра оставило очень глубокий и яркий след. Спасибо большое, Владимира Борисовича. Да, имя Владимира Неймера будет звучать и вынестись в музыке, которая наполнит этот зал и наполнит ваши сердца. Иоганес Брамс. Квинтет для кларнета и струнного квартета. Вторая часть. Исполняют Валентину Рюбин, кларнет, Федор Безносиков, скрипка, Айсулу Сайфулина, скрипка, Павел Романенко-Аль и Антон Павловский, виолончель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Яковлев. 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 Антон Яковлев.